Харри Холли уставился на собеседника, перебирая в голове один вариант ответа за другим. А мы с вами будем делать то, что нам нравится. Меня зовут Полина, это мой видеоблог Work and Work. Когда меня спрашивают, откуда я беру идеи для видео, я всегда отвечаю, что просто рассказываю о том, что меня вдохновляет. Сегодня я расскажу вам об исполнительнице, которая заряжает своей искренностью любого, кто столкнется с ее творчеством, и о книге, которая поможет вам наконец-таки услышать себя. А послушаем и услышим мы сегодня прекрасную певицу Манижу. Манижа родилась в Душанбе, в два года семьей переехала в Москву, жила в Санкт-Петербурге и в Лондоне, да и вообще считает себя человеком мира. Моя национальность, моя земля, мои корни – это люди, которые меня окружают, это моя семья. Вот это дом. И неважно, где я нахожусь. По данным Last.fm, смешивая этнику, соул и электронику, Манижа ищет свой особый путь в музыке. И эта необъяснимо притягательная смесь точно теперь не даст вам покоя. Не торопясь, потихоньку, закройте глаза и почувствуйте. С 12 лет Манижа участвует в музыке. Она участвует и побеждает в различных конкурсах и фестивалях. И дальше записи песен, клипов, творчество под псевдонимом. И только с 2012 года мы узнаем ее настоящее. А началось это знакомство с помощью самодельных 15-секундных роликов в Инстаграм. Новый жанр видеоколлажей на 9 квадратов, который обрел последователей повсюду. Если у вас периодически мелькают мысли о том, что вы теряете веру в искренность, то правильная музыка вылечит вас от этого недуга. Столько в мире интересных разных людей, и все мы друг у друга чему-то учимся. И еще. Не забывайте верить в себя и пересиливать свои страхи. Я вот тоже могла бы при подготовке к этому видео и просмотра супер качественных роликов Манижи опустить руки и сказать, ну значит не судьба, но все-таки я здесь. Несмотря на все эти ужасы, которые происходят в мире, нельзя отказываться от мира. Нельзя отказываться от людей в этом мире. И нельзя разочаровываться и опускать руки. И когда ты тонкий, ранимый, когда ты чувствуешь, когда ты позволяешь, разрешаешь себе чувствовать все, что происходит, тогда ты можешь создавать невероятные вещи. У Манижи месяц назад вышел новый альбом. А мое знакомство с творчеством артистки началось с альбома Manuscript. И знаете как? Я услышала песню Люстра, купила альбом в iTunes и все закрутилось. Мне не интересно, из другого тесно, из другого тесно, но чертовски интересно, как... Новый альбом Я А Эм посвящается поиску себя. Даже не знаю, как объяснить. Это чувство в груди, когда тебе не хватает слов, и ты просто киваешь такт музыки. Вот такой альбом. Я, к сожалению, только смотрела записи с концертов. Но так хочется побывать в этой реальности, проникнуться атмосферой душевности, слез радости и горящий глаз. Не буди меня, мама, не буди, не буди, не буди меня, не буди меня, не буди меня, мама. Если хотите узнать чуть больше, да и больше понять, о Маниже есть парочка прекрасных документальных роликов. Ссылка на них, на все клипы и песни, которые я использовала в видео, в описании. Я хочу изменить мир. Мы частенько обсуждаем с вами, как найти время для полезных дел, чем его занять и так далее. Но мы совсем забыли, что для восприятия любой информации необходима внутренняя гармония. Ведь если ты о чем-то переживаешь, то настроиться на работу или на отдых будет практически невозможно. У меня есть мысль, мысль, и я ее думаю. Для того, чтобы разобраться, что такое душевное равновесие и зачем оно нам нужно, мы воспользуемся советами книги издательства Манн, Эманов и Фербер «Осознанность. Как обрести гармонию в нашем безумном мире» авторов Марка Уильямса и Дэнни Пенмана. Книга об осознанной медитации, которая поможет уменьшить уровень беспокойства. Вам приходилось ощущать неподвластность происходящего? Авторы предлагают способы, как выбрать из порочного круга вечных переживаний, негативных воспоминаний и самокритики. Если вы постоянно что-то обдумываете, то вам будет полезно прочитать эту книгу. Ну или, может, поменьше раздумывать. Для женщины в нашем мире это самое лучшее. Быть хорошенькой дурочкой. Если вы даже заснуть не можете без вихрей мыслей в вашей голове, то вам необходимо начать с минутной медитации. Тут важно концентрироваться на дыхании и стараться ни о чем не думать. Конечно, вы постоянно будете возвращаться к своим мыслям, но постоянная тренировка поможет стать вам более осознанным. Я спокоен. Я удивительно спокоен. Дух безмятежности наполняет меня. Все мысли и заботы ушли, растворились. Что за бодяга? Сколько раз у вас было, что какой-то мелкий неприятный момент портил вам впечатление обо всем дне, потому что вы начинали размышлять о нем? Для этого и нужна медитация. Только не ассоциируйте медитацию с чем-то эзотерическим. Используйте просто как тренировку для мозга, ведь польза медитаций научно доказана. Спокойствие, только спокойствие. Авторы утверждают, что мы не можем контролировать мысли, которые проносятся у нас в сознании, но в наших силах контролировать собственную реакцию. Когда здесь все спокойно, спокойно, спокойно. Трехминутная медитация. Изюмное, шоколадное, сканирование тела. Со всеми видами вы познакомитесь, когда прочитаете эту книгу. Фокусируйтесь и успокаивайте ваш разум. Нужно просто освободить разум. Дышать. Надо выбросить все мысли. О боже, убей меня. Май. Время тепла, долгих прогулок и дачи по выходным. Проводите больше времени с близкими. Спасибо за просмотр и продуктивных дней. Продолжение следует... Продолжение следует...